Друзья, всем привет! Уже совсем скоро лето и новый урожай ягод, а мы еще не разобрались со старым. Поэтому сегодня для вас три рецепта с замороженными ягодами. Мы будем готовить два пирога и сделаем очень вкусный универсальный соус. И начнем с пирога, или даже можно назвать этот рецепт запеканкой. Мы берем замороженные ягоды, их не размораживаем, посыпаем мукой и очень хорошо перемешиваем. Важно, чтобы каждая ягодка была покрыта мукой. Да, и чуть не забыла, конечно же, сразу добавляем сахар. Количество сахара зависит от ягод, которые вы используете. Например, у меня была садовая земляника или клубника, поэтому сахара я положила поменьше. Если вы готовите пирог с какой-то кислой ягодой, например, со смородиной, то сахар можно положить побольше. Пока что убираем ягоды в сторону и займемся тестом. В чашу блендера смешиваем сахар, сливочное масло, муку и щепотку соли. Перетираем все это в крошку. В принципе, если нет блендера, то это все можно сделать руками. Музыка. 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 Вот такая крошка у нас получается. Теперь мы пересыпаем эту крошку в глубокое блюдо и добавляем туда овсяные хлопья. Музыка. Перемешиваем тесто руками. Это будет основа для нашего пирога. Берем форму для запекания. У меня была стеклянная прямоугольная. Выкладываем первым слоем все наши ягоды и сверху посыпаем крошкой. Музыка. 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 готовим в разогретой духовке примерно 50 минут при 180 градусах такой пирог очень вкусно подавать с шариком мороженого а сейчас мы с вами приготовим еще один классный пирог из замороженных ягод он уже совсем другой более нежный и шелковистый берем глубокое блюдо и смешиваем в нем муку разрыхлитель и сахар все хорошенько перемешиваем с помощью венчика или столовой ложки теперь берем чашу блендера складываем в нее сливочное масло порезанные кубиками сливочное масло должно быть слегка подтаявшее и добавляем к маслу все наши сухие ингредиенты включаем блендер и измельчаем это все в крошку если у вас нет блендера то это можно сделать руками просто перетирайте муку с маслом в ладонях вот такая крошка у нас получилось нам нужно отложить примерно 2 столовых ложки и убрать пока в сторону к остальной крошки добавляем яйцо и молоко и снова все хорошенько перемешиваем тесто должно получиться достаточно жидким посмотрите она вот такое очень нежные и шелковистые похоже на тесто для оладьев теперь берем форму а застилаем ее бумагой для выпечки выливаем наше тесто сверху раскладываем ягоды любые какие у вас есть у меня была черная замороженная смородина размораживать ягоды не нужно и сверху посыпаем той крошкой которую мы отложили в самом начале лишние края бумаги можно обрезать ножницами вот так это делаю всегда это очень удобно ставим пирог в разогретую заранее духовку и готовим примерно 40 минут при 180 градусах слегка остужаем пирог форме нарезаем на кусочки и подаем он очень вкусный и невероятно нежный а мы переходим к третьему рецепту будем готовить соус из замороженной смородины уточню что такой соус можно делать как из замороженной ягоды так и из свежей только что сорванной из грядки и вообще для этого соуса можно использовать в принципе любые ягоды желательно чтобы они были слегка с кислинкой или с горчинкой складываем ягоды в ковшик или в небольшую кастрюлю и немножко заливаем водой ставим ягоды на плиту на медленный огонь и варим периодически помешивая нам нужно довести ягоды до кипения когда ягоды закипят и добавляем к ним сахар немного соли немного перца я использую красный перец или перец чили и какие-то ваши любимые ароматные травы я очень люблю добавлять в соусы базилик здесь если честно нет какого-то четкого набора ингредиентов можете добавлять те специи которые вам больше нравятся да еще немного соевого соуса можно и лучше наверное взять соус терияки теперь все это перемешиваем и варим дальше варить соус нужно на медленном огне периодически его помешивая ложкой до желаемой степени густоты если любите соусы жидкие то вам понадобится буквально минут пять если хотите густой такой соус чтобы ложка в нем стояла то можно варить целых минут 15-20 соус получается очень классный мне особенно нравится есть его с мясом кстати летом шашлыками я всегда ставлю на стол именно вот этот соус приятного вам аппетита надеюсь мои рецепты с замороженными ягодами вам понравились не забудьте пожалуйста поставить лайк подписаться на мой канал чтобы не пропустить другие классные рецепты и буду рада вашим комментариям